Друзья, недавно мы говорили с вами про интоксикацию на условном голодании, как её ликвидировать, если она наступила, как от неё избавиться на самых первых моментах, когда она ещё не разыгралась на полную силу. Это видео вы можете посмотреть по ссылочке вверху экрана, а сегодняшнее видео посвящено тоже теме интоксикации, но немножко в другом ракурсе. Интоксикации на условном голодании, как её не допустить? Конечно, предотвратить интоксикацию – это всегда лучше, чем встретиться с ней и пытаться от неё избавиться. Поэтому для того, чтобы не допустить интоксикацию, нужно просто знать и соблюдать некоторые правила. И вот об этих правилах я вам сегодня немножко расскажу. Итак, первое правило, чтобы не допустить интоксикацию на условном голодании – это просто готовиться к условному голоданию заранее, хотя бы в течение месяца. Конечно, можно готовиться и меньшее количество дней, можно готовиться большее количество дней, но это будет зависеть от того, в насколько загрязнённом состоянии вы подошли к решению о том, что вам нужно очищаться. Если вы вели до того момента, как вы приняли решение провести очищение, если вы вели такой традиционный образ жизни, которым не назовёшь здоровым, и питались традиционным образом, и питались неразборчиво, то вам, конечно, как минимум месяц нужно готовиться. Не меньше. Потому что, как взрослый человек, вы прожили определённое количество лет, точнее, даже не лет, а десятилетий, прежде чем пришли к мысли о необходимости очищения. И за эти десятилетия вы, конечно же, накопили в организме приличное количество шлаков и токсинов. И месяц – это всего лишь небольшой отрезок времени, за который вам можно просто немного снизить уровень поступающих загрязнений. Потому что любые загрязнения, они поступают в основном с пищей. И если вы месяц подготовки будете корректировать ваше питание и делать его более очищающим, нежели загрязняющим, вам удастся снизить уровень загрязнений поступающих. Но уровень загрязнений, который вами уже накоплен в организме, вам снизить не удастся. Поэтому говорим сейчас только о том, чтобы снизить, а как можно больше снизить риск наступления интоксикации именно из-за поступающих вновь токсинов. Как, из чего должно состоять питание на этапе подготовки – это тема, в общем-то, отдельного видео, либо это можно просто взять из моих записей вебинаров или из книг, чтобы понимать, из чего состоит подготовка. Но, в общем и целом, это просто более легкое питание. Это облегченное питание. Второй момент, второй пункт в программе вашей подготовки, то есть первый пункт – это подготовка с точки зрения питания, коррекции питания, облегчения питания. Второй пункт в программе подготовки к словному голоданию – это обязательная предварительная детоксикация с помощью адсорбентов. Под адсорбентами мы понимаем вещества, которые не являются продуктами питания. Это балластные вещества или минералы, но они имеют микрополистую структуру, благодаря чему токсины из желудочно-кишечного тракта впитываются этим адсорбентом как губкой и выводятся через кишечник. Одним из таких удачных, на мой взгляд, адсорбентов является белая пищевая глина или каолин. Внизу под видео, по ссылочке, вы можете найти ссылочку на источник, где можно эту глину приобрести. Это проверенный источник. Я там сама беру каолин, и все мои подопечные, мои клиенты, участники марафонов тоже берут глину там, и недовольных еще пока не было. Чем она хороша, белая глина? Тем, что она имеет очень-очень мелкодисперсную структуру. То есть по виду это практически как мука. Такой белый нежный порошок, который мы растворяем в воде в небольшом количестве и пьем эту воду для детоксикации. Кроме белой глины можно использовать аптечные варианты, такие как смекта. Правда, она имеет ярко выраженный сладкий вкус и аромат, синтетический аромат, что далеко не всем может быть приятно. Можно использовать энтеросгель. Правда, не всем может понравиться его структура, структура геля. Можно также использовать полисорб. Ну и самая слабая версия – это активированный уголь. Ну, как вариант тоже можно, но тогда придется его принимать очень много. Может быть, это не очень комфортно, принимать много угля. Но, тем не менее, как вариант можно использовать. И вот такой адсорбент мы можем принимать прямо курсом 4 недели. Кстати, что касается белой глины, ее точно можно принимать курсом 4 недели. Но, что касается энтеросгеля и других аптечных вариантов, здесь я бы не стала давать советов в отношении такого длительного применения. Но здесь можно было бы ограничиться, скажем там, одной неделей. И получается, что это как бы не очень эффективно, потому что, ну, в наших интересах делать детоксикацию весь месяц. А получается, что только с помощью белой глины мы можем это делать безопасно, без вреда для себя целый месяц. Вот, поэтому все-таки как-то сходится все к белой глине. Итак, второй, да, второй пункт в программе подготовки это детоксикация с помощью адсорбента. Третий пункт, пункт в программе подготовки к условному голоданию, это обязательные разгрузочные дни раз в неделю. Для чего они нужны? Под разгрузочным днем я понимаю, вот, непосредственно условное голодание, да, то есть проведение дня на жидкостях до ужина. Если вы будете проводить такой день на жидкостях от ужина до ужина, у вас получится 24 часа. И, в принципе, это вполне достаточный период времени, за который ваш организм уже почувствует, что его очищают, потому что на жидком питании нет пищеварения. И 24 часа отсутствия твердой пищи воспринимается организмом как такое, ну, минимальное, но очищение. И ваш организм будет привыкать включаться в очищение. Это очень важно, выработать эту привычку у организма, потому что, когда вы входите в условное голодание без подготовки, то это, ну, вот, отсутствие твердой пищи может восприниматься организмом как некий стресс. И на этом стрессе у вас обычно случаются всякие неприятности. Головные боли, ну, какие-то спазмы от страха, умереть голодной смертью, плохое настроение, некомфортное самочувствие и так далее. Но когда вы раз в неделю делаете такой день себе, то, в принципе, организмом это воспринимается довольно, ну, благосклонно, я бы так сказала. Ну, и, конечно же, под жидкостями я понимаю не молоко и не кефир, а именно травяные чаи с мёдом и соком цитрусовых, и, возможно, какие-то свежевыжатые соки. Но вот моя практика личная показывает, поскольку я тоже иногда делаю разгрузочные дни, но не раз в неделю, а реже, потому что у меня уже нет таких проблем, которые бы меня заставляли делать такие дни раз в неделю. Но практика показывает, что если мы проводим разгруз в день, а мы, конечно же, его проводим параллельно с очищением кишечника, то есть это, ну, однозначно должно быть какое-то слабительное, слабительное, совершенно не обязательно, что это сульфат магния должно быть каждую неделю, но хотя бы там какая-то кора крушины или сенатея или что-то в этом роде, да, какое-то растительное, слабительное накануне должно быть принято, чтобы утром было хорошее очищение кишечника. Так вот практика показывает, что если мы делаем всё так, как положено, да, то есть с очищением кишечника, то пока вы там пробегаете всё утро, чтобы опорожнить кишечник, пока вы пропиваетесь, да, может быть, вы потом даже захотите сделать очищающую клизму, чтобы так хорошенько почистить себя, пока вы пропиваетесь этим отваром с медом и соком лимона, проходит больше, чем половина дня. Вот, и тогда до ужина остаётся там буквально несколько часов, и уже в эти часы просто уже не успеваешь выжать никакой сок. Вот лично я провожу разгруз день просто на травяном чае, на сборе по огонян, кстати, если нужен сбор по огонян, тоже можете по ссылочке внизу под видео себе заказать. Я провожу сбор день на сборе по огонян с медом и соком лимона, и мне его как раз хватает до ужина, в разгруз день. Ужин может быть ранним, он может быть в 16 часов, в 17, в 18, но позже в 18 уже вроде не рекомендуется. Лучше, конечно, делать лёгкий ужин, но это уже каждый решает сам, что для него является лёгким ужином, смотря то, что запросит организм. В идеале, конечно, это какие-то фрукты или сырой овощной салат, но если организм запросит какого-то лёгкого овощного супчика, суп-пюре, например, тыквенный, то почему бы нет? И, наконец, четвёртый пункт подготовки себя по программе к условному голоданию – это использование эфирных масел. Когда 7 лет назад я проходила свою первую практику очищения, у меня не было эфирных масел, и поэтому этого пункта в моей программе не было. Но сейчас, когда я узнала, что такое настоящие натуральные эфирные масла, настоящие экстракты из растений, и когда я и мои клиенты применяем эти эфирные масла и на подготовке, и во время условного голодания, мы видим, что эффект настолько мощный, мощный, что не использовать эти продукты, ну, просто было бы неразумно. В чём заключается сила этого эффекта? Во-первых, эфирные масла способны гасить воспалительные процессы. А мы знаем, да, что на условном голодании очень часто у нас обостряются какие-то воспаления, поэтому эфирное масло как раз способно гасить воспаление и на условном голодании, и на подготовке оно тоже, ну, как бы нейтрализует вот эту воспалительную среду. Во-вторых, на подготовке, на коррекции питания у людей часто начинаются некомфортные состояния в кишечнике с точки зрения вздутия, метеоризма, ну, и других там спазмов и колик, потому что увеличивается количество сырой растительной пищи. Так вот, в эфирных маслах есть замечательная пищеварительная смесь, которая называется Дайджи-Зен, и она как раз очень хорошо гасит вот эти все некомфортные состояния в кишечнике, ну, которые, да, появляются на подготовке. Итак, мы разобрали с вами 4 основных шага, 4 основных пункта в программе подготовки к условному голоданию, чтобы избежать интоксикации. Если в течение месяца выполнять полностью все эти пункты, то 100% интоксикации с вами на условном голодании не случится. Пройдете свое очищение легко, комфортно, эффективно, и получите те результаты, к которым вы стремитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...